Девушки отдыхают Что теперь грозит каждому из них? Покажем водителя с признаками опьянения, который уснул, остановившись на светофоре. Его задержали рабочие, наносящие на дорогу разметку. А также обман на 20 миллионов. Все казалось достаточно реалистичным. Пять татарстанцев подозреваются в крупном мошенничестве. Это и не только. Прямо сейчас. С наркотиками задержали 25-летнего мужчину сотрудники наркоконтроля. Они установили, что он с приятелем приехал за закладкой в один из подъездов на Фатыхамирхана. Забрали сверток, сели в такси и уже пытались уехать, но их накрыли. Ответственность понесет и таксист. Правда, за другое правонарушение. Водитель автомобиля Hyundai Solaris рассказал правоохранителям, что работает в такси. Привез сюда на Фатыхамирхана двоих молодых людей. Они зашли в подъезд и, как оказалось, они искали там запрещенные вещества. Когда молодые люди сели в такси, их сразу же задержали. Стражи порядка получили оперативную информацию, что в подъезде оборудован тайник с наркотиками. И ожидали покупателей. Вскоре за содержимым пришли. При виде полицейских 24-летний мужчина пытался выкинуть сверток с порошкообразным веществом, но безуспешно. Молодого человека задержали, пакет изъяли. Ко второму молодому человеку вопросов у полицейских не было. После задержания сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управлением Водороссии по городу Казани мужчины 24-летнего казанца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Изъятое вещество отправлено на экспертизу. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться после получения результатов исследования. Пока оперативники изымали подозрительное вещество, автоинспекторы проверяли водителя такси. Такая процедура. И выяснили, что 54-летний мужчина не имел права работать в извозе и вообще садиться за роль. В феврале его лишили водительское удостоверение за оставление места ДТП. Однако саму карточку он не сдал. Нарушил, все. За себя будет отвечать, все. А почему он права не сдавал? Я откуда я знаю, почему не сдавал? Ну, это же ваш папа. Ну, времени не было. На этом его работа в такси на ближайший год была закончена. Права у него изъяли, а автомобиль отправили на штрафстоянку. Самого водителя доставили в отдел полиции. Вскоре мужчину ждет суд. За управление автомобилем, не имея на то права, ему грозит штраф 30 тысяч рублей или арест до 15 суток. Написано, меня зовут Данил Филатов. Вызов 112. Дорожные рабочие, наносящие разметку на асфальт на проспекте Ибрагимова ночью, задержали водителя с признаками наркотического опьянения. Деонексия стояла на перекрестке с улицы Воровского на левой полосе. При этом автомобиль не трогался с места при включении разрешающего сигнала светофора. Вскоре машина стала им мешать, и рабочие решили узнать, все ли хорошо у водителя, и обнаружили, что он просто спит. Ко мне ехал, да. Вот позвонил. Позвонил, я вышел. До своего товарища, к которому и направлялся водитель Део, не доехал буквально несколько сотен метров. Остановился на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Воровского на красный сигнал светофора. Дорожные рабочие говорят, машина стояла в левом ряду и довольно долго. Когда Део стал им мешать, подошли к водителю и поняли, он то ли спит, то ли находится в каком-то бреду. Просто уснул, как-то. Он стоял, мы там работали. Ехал, ехал, я стоял, и уснул. Своей волной сидел там. Потом уже очухал, когда уже доедет. Рабочие забрали ключи от машины и вызвали автоинспекторов. Сотрудники ГИБДД обнаружили у мужчины признаки опьянения и предложили ему пройти освидетельствование. Предлагаю вам продуть блокады. Отказывается. Отказывается, да. Проехать в медучреждение. Да, занимайтесь. Отказывается. Все хорошо. Сразу после подписания всех документов водитель ушел к товарищу, к которому и ехал. Смотреть, как автомобиль увозят на штрафстоянку, он не стал. В ближайшее время его ждет суд, лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, Вызов 112. Девушка-водитель Киа, двигаясь по улице Волгоградской и пересекая декабристов, не поняла, что широкая дорога дальше заметно сужается и встречные потоки на Шамиле Усманова не разделяет газон. Автоледи смело поехала дальше. Что дороги дальше нет, она осознала после чувствительного удара колеса об бордюр. Автомобиль пересек тротуар и оказался на газоне сквера. В аварии никто не пострадал, пешеходов в тот момент на тротуаре не было. Моральную поддержку перепуганным водителю и пассажирам Киа и помощь в смене колеса оказали патрулирующие сквер сотрудники полиции. Нетрезвый мужчина пострадал в результате наезда на проспекте Победы. Он попал под колеса автомобиля Киа Рио. По словам водителя, увидеть пешехода в 10 метрах от наземного пешеходного перехода он никак не ожидал. За секунду он появился перед капотом и подлетел на лобовое стекло. Водитель тут же вызвал медиков, которые решили госпитализировать пострадавшего. 16-летний подросток пострадал в результате столкновения Шкоды и Лады Веста на перекрестке улиц Голубятникова и Гашика в Казани. Как установили автоинспекторы, 24-летний водитель отечественного автомобиля, выезжая на главную дорогу, не пропустил едущую прямо иномарку. 46-летняя автоледи избежать столкновения не смогла. Удар пришелся в правую переднюю сторону Шкоды. В результате подросток получил различные травмы и был госпитализирован. Пять татарстанцев подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц. Ущерб потерпевшим более 20 миллионов рублей. Установлено, что злоумышленники, будучи сотрудниками двух коммерческих организаций, обзванивали жителей, находившихся в поиске работы. Приглашали их на собеседование и предлагали работать у них. Но для этого им необходимо было пройти обучение. После чего им внушали, что нужно установить приложение, внести туда взносы и самостоятельно проводить торговлю через форекс-дилера. Но вместо этого их деньги уходили на счет так называемого работодателя. Жертвы оформляли кредиты и вносили в залог свою недвижимость. Я вообще была в поиске работы и наткнулась на компанию, которой искали персонал. Эта девушка лишилась двух миллионов рублей, поверив мошенникам. Она позвонила потенциальному работодателю, увидев объявление о поиске сотрудников на сайте бесплатных объявлений. Ее пригласили в офис. Все было солидно и представительно. Не закрадывалось даже тени сомнений об обмане. Соискателям предлагали должности менеджеров, консультантов и руководителей. Но для соответствия должностным обязанностям нужно было пройти обучение. И в ходе него убеждали в необходимости практических занятий по торговле через форекс-дилера. Для этого нужно было в телефон установить специальную программу и внести деньги. Если нет накоплений, не проблема. Банк рядом, сотрудник сопровождал туда соискателей работы для получения кредита. При этом брал себе 20% от выданной суммы. Все казалось достаточно реалистичным, так как они использовали такие достаточно убедительные сайты для своей работы. Но тем не менее все это оказалось обманом. Узнал я об этом уже достаточно поздно для того, чтобы самостоятельно что-то предпринять. Где-то, наверное, через месяц. Она специально просила подругу, чтобы она ей позвонила. И она быстренько встанет там. И якобы это ее клиент ей позвонил и сказал, что вот он только что там на сделке какой-нибудь там валютной пары только что там поднял около тысячи долларов. И она подходила, била в этот колокол. То есть там вот они все этот спектакль разыгрывали. А я-то думала, то есть это все выглядело настолько натурально, что как будто бы на самом деле. А кто-то и вовсе ради взноса для игры на бирже закладывал недвижимость. Людей также убеждали пройти обучение у аналитиков компании. Опыт стоил немало. За часовой урок люди платили по 50 тысяч рублей, уверенные, что все вложения потом окупятся. Ущерб потерпевшим составил более 20 миллионов рублей. Но стражи порядка уверены, что жертв обмана гораздо больше, чем уже обратились в полицию. Сотрудники Управления экономической безопасности подозреваемых задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время задокументировано 15 криминальных эпизодов, ущерб от которых составил более 20 миллионов рублей. При этом есть основания полагать, что на самом деле потерпевших от противоправной деятельности гораздо больше. В отношении троих подозреваемых избрано меропресечение в виде заключения под стражу, двоим в виде запрета определенных действий. Еще один объявлен в федеральный розыск. Сейчас полицейские разыскивают других возможных пострадавших от действий подозреваемых и просят всех, кто попался на этот обман, обратиться в Управление экономической безопасности или Главное следственное управление МВД по Татарстану. Ранья Абдрахманова, нафиса Минязова, Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвир Фазлиева. До встречи и не бросайте Вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин